всем доброе утро вот такое у нас сегодня солнечное утро очень долго шли дожди и вот выбрала время показать что у нас на участке фактически было очень холодно шли дожди и мы почти я в огород выходила так по надобности вот такими цветочки сегодня буду я их пересаживать вот это где у меня розочки покажу я буду делать так застилать материалом и вот так вот корой уже давно хотели лаидли мы это сделать но я вам дальнейшем покажу как здесь все будет получаться вот такие уже пионы так вот поднялись буквально за две недели вылезли дожди шли и вот красота красота вишня вишня ранняя а тут все детки у нас приходят кушают ее за то время дождей уже отцветает персик даже не знаю завяжется или нет потому что шли очень обильные дожди и вот так цветет черешня черешня очень вкусная цветет очень хорошо но опять же дожди так что не знаю даже что и завяжется в ней ребята купили в этом году хурму вот одну и два ранних абрикоса мы спилили большой абрикос он уже болел на решили купить два ранних супер пока реально не вижу даже почек на них ну надеюсь что нас не обманули хотя все что хочешь может быть но вот это ребята мои нарциссы нарцисс импортные когда-то выписывала такие полные разные это обычный вроде бы вот такие видите уже отцветают вчера посрезала большой большой букет и мы ездили напоминальные на кладбище к родителям вот это мой чеснок ну вроде начинает отходить зима вообще было без снега и он такой желтенький но я уже два раза его подкармливала ну остается надежда что все таки я его как-то вычухаю так что занимаюсь чесночком древовидный пион шикарен все нормально уже у него какие большие видите скоро будет цвести а вот тут мускари мускари в том году посадила посмотрите какие они стали красавцы вот этот у меня лук или как его всегда огромный красивый все вот тут тоже мускари целая плантация так что я их развожу так вот вот этот уголок я делала в том году видите вот и рис и один пропал вот здесь папоротник вылазит слава богу я так хотела чтоб он был ну смотрю все нормально посадила вот это я почву покровную травку надеюсь приживется и вот ребята тюльпаны которые мне высылала моя доченька это импортные вот они вот должны смотрите вот такие быть реально они такие это импортная упаковка вот пока один такой только вижу но так бывает оказывается не только у нас вот это другие пять штучек но вроде тут они желтенькие но на картинке то они чуть другие я конечно не ожидала что они не будут такие же как в упаковке ну красивые да и ладно вот такой участок было у нас опилочки мы рассыпали вы видите совершенно не скопан а почему да потому что дожди было не залезть и сейчас конечно не залезть но если дня три будет нормальных то мы скопаем единственное что я успела сделать это посадить новую грядочку клубнички вот это я успела сделать и лучок посадила для зелени а потом дожди дожди но вот это у меня старая клубничка я уже ее вот это последний год и мы ее будем перекапать вот эта грядочка того года так что надеюсь что мы будем с клубникой малина есть малина она у меня тут часть мы пересадили надеюсь что еще под пересадить живым и вон смородинка такой участок фактически показывать нечего надо вот сделали единственным и стоечки для ежевики ежевику покупали не колючую не укрывали сейчас здесь у нас не укрывает и надеюсь что в этом году будет ежевичка сделали из того чтобы нормально отошла вот там по моему один кустик не отошел но у меня есть чего досадить так что будет у меня еще и ежевика хочу пока похвастаться вот этот ревень я вырастила семян ну наверно у меня выжило 5 остальные пропали в процессе роста когда я пересадил ему зато один кустик есть мне его достаточно я честно в том году вообще ничего не делал но в этом наверно году попробую может варенье сварить это экзотика пусть растет вот это у меня живет тут гортенция вы наверно помните я семян тоже садила и три штучки заносила на зиму в дом то что не занесла кустики вот такие палочки все пропали это второго года и надеюсь что наверно вырастет я хочу чтоб был кустик и цвела мне они нравятся очень ребята кто помнит мои дорожки все мы их сняли потому что будет пахаться земля и помыли вот они стоят ожидают когда мы будем делать вот так уже по выносили вот эти ставчики с калачиками они у меня все время вот тут вот растут сюда досадила и вот этот мой уголок который мы делали сами вот по такому принципу я буду делать вот тут дорожку где растут розы но еще у меня в планах ребята если вам это интересно вот этот уголок у меня тоже тут но ничего здесь не растет в общем вот садила суда тюльпанчики которые у меня оставались там и импортные вот такие и эти мускари сюда посадила планирую тут тоже со временем отгородить такой ну как вот там у меня загородочка специальная и вот что-то сделать по принципу вот этого уголка потому что но ничего не растет ну а так вроде же красиво так что такие планы и вот здесь еще видите той дорожки такая у меня красота я рассаживала она красиво ночью ребята жизнь продолжается мы что-то планируем в том году не сильно что-то хотелось а сейчас настроение вроде получше так что строим какие-то планы вот видите даже побелили дорожки в том году мы принципиально не белили и так пасочки мы сделали маски в том году не берли ли была обстановка у нас очень тяжелая и для кого было делать для тех кто могли сюда прийти поэтому мы этого не делали но сейчас мы надеемся что у нас в украине все будет хорошо поэтому хотим чтобы было красиво живем для этого и будем делать все для того чтобы у нас на украф в украине было все отлично да вот еще чтоб не быть голословной посмотрите нашу улицу все стараются везде побелены бордюры чистенько у всех все выбрано вот так мы живем в украине всем пока жизнь у нас продолжается